Нанесли удар, управляемый авиационными бомбами, по сирийским объектам в районе города Алтайки. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата «Оверон» и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России. Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность, на порядок больше, чем у Ф-16, был сбит ракетой комплекса С-200. Израильские средства управления авиацией и летчики Ф-16 не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 километров. Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию. О планируемой операции Израиль командование российской группировки ООС Сирии не предупреждал. По горячей линии уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара, что не позволило вывести российский самолет в безопасную зону. В настоящее время поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается. Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия. Продолжение следует...